добрый вечер дорогие друзья меня зовут игорь рековенко московское и киевское время 20 часов ровно понедельника это значит что у нас сегодня серьезный разбор полетов разбор того что происходит на фронте с украинским военным аналитиком сергеем грабским сергей маратович здравствуйте рад вас видеть рад видеть кристины рад привет добрый вечер сергей марат что вообще происходит с черноморским флотом россии значит он вообще есть или это ужасу азовский флот потому что частично он переместился туда и конечно вопрос о том что происходит после ударов по штабу на черноморского флота там вообще кто-то живо остался в руководстве как по вашим данным ну по нашим данным скажем так достаточно серьезные потери но если брать данные которые я ребят из ссо брал то удар пришелся как раз по костяку руководящего состава и в общем-то это достаточно серьезные потери я вам скажу так знаете конечно незаменимых людей нет но я как бы сам служил примерно в таком штабе штабе западного оперативного командования и скажу так что после окончания академии я где-то года через три-четыре только почувствовал себя действительно штабным офицером который разбирается в тонкостях этих всех нюансов поэтому штабной офицер такого уровня товар штучный и нужно понимать что те потери которые понес штаб они очень быстро восполнят не могут быть восполнены этого первого во вторых если быть уже совершенно таким военным бюрократом после потери корабля первого ранга то есть после потери крейсера москва говорить о том что там есть флот ну как бы не приходится флотилия разнородных сил да пожалуй можно об этом говорить после того как серии ударов это группа кораблей ну давайте называть ее черноморским флотом по названию бог с ним была вынуждена прятаться за мысами за крымскими мысами за этадор допустим то она уже как бы перестала контролировать западную часть акватории черного моря последовательные методичные удары украинских сил обороны по радиолокационным объектам взятие под контроль выше бой уничтожение систем противовоздушной обороны но пост эти все удары это все действо она приводит российский флот в его обычное состояние которое мы наблюдаем исторической перспективе ну как минимум середины прошлого века когда а он или топится причем это не мои слова это жуков сказал он или удачно топится или прячется в бухтах подальше от зоны боевых действий потому что даже во второй мировой войне войне не смог проявить себя достаточно эффективно и не смог проявить себя от слова совсем больше того знаете как-то помню после потопления крейсера москва мне позвонили мои друзья из молдовы сказали добро пожаловать в клуб утопителей москвы потому что оказывается и сорок первом году лидер москва был утоплен был утоплен румынами то есть то есть флот превращается но возвращается в свое исконное состояние не грозы морей а трусливая группа ржавых посудин которые прячутся из-под тишка наносят удары по беззащитным украинским городам и села приводя геноциду даже скажем так не украинского населения как бы население африки и ближнего востока ну что даже сегодняшняя атака на одессу она была в первую очередь против зерновых терминал зерно не может быть не может рассматриваться как оружие поэтому но это уже очень-то преступление против человечности и человечества в целом потому что обрекание на голодную смерть десятков тысяч людей это в общем то преступление даже выходящее за рамки понятие воинское преступление ну а российский флот в черном море как оперативное объединение он постепенно теряет свои возможности потому что он потерял свои ударные возможности он потерял свои десантные возможности он пока еще может наносить отдельные удары но даже исходя из того количества ракет которая была запущена 12 калибров 11 сбита одна таки долетела до одессы нужно понимать что эффективность его как оперативного объединения становится все более и более мизерной кроме того возвращаясь к перспективам того как он может быть использован в случае серьезных проблем с крымским мостом наличие стоящие средства десантирования но вряд ли смогут обеспечить потребности группировки которая будет заперта в крыму то есть и здесь флот теряет все свои возможности все свои способности а что касается командного состава конечно можно будет собрать сбору пососинки из балтийского северного тихоокеанского флотов людей направить их в крым то есть восполнить клеточки в штатно в штатной в штатном списке в штатном должностном списке но это опять же скажется негативно на общем состоянии флота потому что как я говорил нужны месяцы и месяцы напряженной работы чтобы как бы осознать себя офицером оперативного штата ну такая мелкая но знаковая деталь адмирал соколов командующий черноморским флотом он жив вообще это ну я понимаю что вряд ли это какое-то важное событие но тем не менее знаковая то есть все-таки командующий он вообще есть он какие-то с радаров скрылся или какие-то известия ним есть не то чтобы я уж очень волновался о нем но просто это знаковая вещь если командующий черноморским флотом уничтожен то это это все-таки такая это символ какой-то да это огромный символ вы знаете когда я говорил со своими ребятами они все что сказали углу то есть понимай как хочешь есть понятно как ждем ждем официальных сообщений ну что данные очень разноречивые и в принципе да вы совершенно правы то есть командующий не определяет готовность флота или способность флота выполнять свои задачи там много соответствующих факторов но как бы это именно вы очень правильно подметили знаковое событие в плане того что если не умею не сумели уберечь лицо такого уровня а простите российской федерации сколько четыре флота и всего четыре командующего командующих и одного из них не сумели уберечь но это в общем-то достаточно серьезные и имиджевые потери которые говорят об очень очень и очень и очень многих вещах и системных проблемах в российской военной машине если так будет полностью сергей мирович насколько все-таки продолжая вот эту тему южную насколько утрат понятно что вообще так сказать ну фактическая фактическая парализация деятельности черноморского военного флота российского она скажется на всем она скажется на невозможности вот реализации вот этих вот угроз по транспортировке судов понятно что зерновую инфраструктуру по-прежнему будут уничтожать это это ясно тут никуда не денешься а вот что касается блокировки украинских судов то вряд ли это получится без ну при том что утрачено акваторию черного моря как боевая акватория для российского черноморского флота но вот что касается удержание крыма в состоянии оккупации насколько это серьезный удар вот то что происходит с черноморским флотом насколько от черноморского флота зависело удержание крыма или это не не важный фактор ну вы знаете важный важный мы уже сегодня с вами как бы коснулись этого фактора то есть даже если рассматривать транспортные возможности по переброске как ресурсов то в общем-то черноморский флот это та спасительная соломинка за которую могли бы держаться как бы российские войска будучи заблокированы в крыму уже прекрасно понимаем что я всегда придерживался мысли о том что и мы будем утверждать еще раз что физическое полное уничтожение такого объекта как крымский мост очень очень затруднено но пропускную способность его можно очень серьезно ограничить практически до нулевых показателей и тут именно черноморский флот становится такой просто критически важной составляющей на нем в общем то и будет базироваться все возможности по обеспечению группировки используя десантные корабли всех всех масштабов которые только можно и поэтому с этой точки зрения он является ключевым фактором как бы там ни было огневая мощь и даже тех кораблей которые остались она присутствует и возможности пуска в ракет они все-таки имеют место быть поэтому сбрасывать его окончательно со счетов очень сложно и неправильно но с другой стороны мы прекрасно понимаем что первое что сделать черноморский флот случае угрозы физическому существованию он просто будет перемещен вернее все что от него останется будет перемещено уже в порты новороссийской топса то есть так чтобы быть подальше и скажем так когда основные силы флота покинут крым это будет означать конец российской группировки в крыму поэтому этот флот кроме того что является как бы там не было в тоже такому сеченном состоянии но все-таки военной силой но в общем то он является еще таким маркером то есть от его наличия в севастополе будет зависеть дальнейшая судьба крымской группировки а скажем так изменить ситуацию на поле боя он не может потому что найти всегда подчеркивал что хронической болезнью российской военной машины было тотальное отсутствие координации взаимодействия между различными видами вооруженных сил мы это прекрасно видим с вами на примере военно-воздушных сил или военно-космических сил российской федерации если говорить совершенно правильно что несмотря на свое просто подавляющее превосходство в воздухе мы не видим каких-то таких серьезных именно военно воздушных операций если можно так говорить во взаимодействии с сухопутными войсками ну примерно такое же состояние координации взаимодействия мы имеем в случае взаимодействия сухопутной компоненты и военно-морской компонент то есть корабли сами по себе пехота матушка говорится сама сама по себе без особого воздействия то есть ну скажем так несмотря на колоссальную затратность горшковского флота ведь практически тот флот который мы видим создавался при адмирале горшкове мы видим просто тотальную неспособность эффективно использовать даже те средства которые остались на сегодняшний момент поэтому два показателя наличие штаба и органов управления в крыму или их отсутствие и ограниченные возможности по транспортированию необходимых резервов и ресурсов ну если я правильно понял исходя из того что вы сейчас сказали то перспектива такая что черноморский флот утрачивает свой потенциал как так сказать для господства на черном море утрачивает свой потенциал в перспективе в какой-то для защиты ну скажем так для сохранения в оккупации крыма но оставляет свой потенциал как значит угроза террористических атак на мирные города украины то есть это он просто становится таким вот артиллерийским соединением который может выпускать ракеты значит с новороссийскому как как бы с восточной стороны акватории черного моря где скорее всего его достать будет сложнее совершенно верно совершенно верно но здесь есть еще одно маленькое но и не зря мы с вами помним что был нанесен удар по судоремонтному предприятию потому что да мы рассматриваем сейчас корабли черноморского флота как пусковые площадки для крылатых ракет но давайте не забывать что даже эти пусковые площадки нуждаются в техническом обслуживании ремонте и где этот ремонт будет осуществляться на каких мы снащим нас на мощность мая мощностях покажет время потому что нужно понимать что есть такое понятие как изнашивание основных механизмов они требуют ремонта замены как говорится технического обслуживания а с ограничением возможностей именно ремонтных возможностей кораблей черноморского флота объективно будет снижаться также и способность наносить пиратские или террористические удары по территории украины ну и плюс мы же видим что соотношение затратности эффективности этих ударов получают все большую большую разницу то есть повторюсь еще раз из 12 калибров запущенных с кораблей флота 11 было уничтожено то есть эти запуски становятся все более и более рисковыми предприятиями случае черноморского флота россии и последний вопрос касающийся вот все таки остатков черноморского флота в случае дислоцирования в новороссийске ваши волшебные вот украинские надводные дроны они смогут доставать их там эти корабли или занятия не зона поражения нет ни в коем случае ни в коем случае опять же но давайте скажем так что это же не значит что дрон должен отправиться из допустим порта одессы или порта черноморск плыть через все море это бессмысленно это вообще невозможно с точки зрения судоходства чтобы такое не маломерное судно пусть даже и беспилотная но преодолела такое расстояние но черноморская акватория она достаточно оживленная и кто знает возможно будет использоваться такое понятие которое даже немцы использовали во второй мировой войне так называемая матка то есть когда корабль за камуфлированный гражданское судно является доставщиком дронов на расстояние которое допускает их эксплуатацию использования и массированные дроны причем не только надводные уже и подводные дроны них тоже нужно уже помнить будут доставлять особое беспокойство российским кораблям и скорее всего они окончательно превратят в черноморский флот россии в историческое событие ну да или привнестят его в музеи это тоже было помнить эту историю бухта затонувших кораблей понятно теперь вот я все-таки хотел бы вернуться к событиям на прошлой неделе когда визит у зеленского в вашингтон беседа его с байденом вроде как все готово для атакамс но не было подписано сейчас новая информация о том что все таки первые там первая десятка абрамсов уже вроде бы как в украине обещают 30 одну штуку что соответствует танкову батальон если все правильно перепутал ну и соответственно тоже про атакам все тоже говорят что какое-то их количество будет в украине в этой связи вопрос вот как вы считаете такое количество которое предусмотрено передать украине она способна как-то изменить ситуацию на фронте мы про атакамс или про танки ну и давайте отдельно и то и другое вот ответ нет и нет нет и нет ну почему потому что вы уже ответили на вопрос танковый батальон танковый батальон в состоянии когда война ведется практически на сегодняшнем этапе без использования без использования массированного бронетанковых и механизированных подразделений но вряд ли способен изменить ситуацию на поле боя более того почему я настолько категоричен ну потому что нужно понимать специфику именно использование комбинированное использование это оружие даже если найти как говорят в украине на хлопский розум подумать танк абрамс достаточно большая мишень поэтому использовать его эффективно можно в условиях когда поле боя подготовлено к его использованию а именно категорическое превосходство в воздухе которое практически исключает использование авиации противникам максимальное подавление огневых средств противника и оперативный простор простите ни одного из этих факторов мы на сегодняшний день не видим на поле боя мало того на сегодняшний день основные боевые действия ведутся формате боестолкновений групп пехоты при поддержке артиллерийских средств уничтожения что приводит как бы количество потерь или объем выполнения боевых задач именно артиллерии составляет до 80 процентов это связано и с потерями с этими где здесь танки танков здесь нет опять же авиации нет поэтому гробить танки в бессмысленных атаках на хорошо укрепленные позиции которые не обработаны соответствующими видами боевых средств бессмысленно а что касается атакамсов то знаете вопрос такой а сколько пусковых установок украина не имеет всего и давайте не забывать что атакамс работает формате одна ракета на одну пусковую установку поэтому создавать колоссальный запас этих ракет для того чтобы их использовать но это все-таки достаточно сложная техническая и логистическая задача поэтому я бы сказал так что и танки абрамс и ракеты атакамс будут использоваться в так называемом тестовом режиме до хронического или так сказать тотального изменения ситуации на поле боя на этим мы очень много говорим о натовских методиках алгоритмах боевых действий в стиле нато и так далее и тому подобное но давайте будем говорить так пока в украинской армии более 50 процентов основных видов вооружения боевой техники советские пока украинской армии нет превосходства в воздухе скажем так абрамсы будут использоваться в основном для развития успеха а при этом никоим образом я не умоляю значение атакамсов именно для использования в тестовом режиме чтобы посмотреть какой именно вид этих ракет является наиболее эффективным то есть или мы говорим о стандартном так называемом конвенционном наполнении или мы говорим о кассетном боеприпасах как и где их будет использовать я бы сказал так что на сегодняшний день кассетные боеприпасы рассматриваются как наиболее продуктивный вид боеприпасов которые можно использовать но здесь есть маленькое но а именно мы понимаем что база и склады которые размещаются на расстоянии более 200 километров от линии фронта с большой долей вероятности могут находиться и в густонаселенных районах украина никогда не будет использовать кассетное оружие против густонаселенных районов особенно если мы говорим о территории временно оккупированной украинской земли поэтому это тоже имеет некое некое ограничение и это именно это в том числе дает мне как бы основание говорить о тестовом использование атакам сов как вида вооружения посмотрим сколько их дадут как они будут использоваться ну и третий что касается и абрамсов и атакам сов нужно понимать что это все таки достаточно штучное оружие если я не ошибаюсь абрамсов около трех тысяч может немножко больше было создано всего и они как бы находятся на вооружении вооруженных сил соединенных штатов и если опять же мне память не изменяет последний абрамс был построен в девяносто втором году то есть товар достаточно штучный и очень дорогой эксплуатации я просто общался с ребятами в том же самом ираке и как вы знаете за этим за одним абрамсом как за рыцарем должен был следовать целый обоз который обслуживал и обеспечивал этот танк это достаточно затратное мероприятие поэтому скажем так ударный танковый батальон остановить его будет достаточно сложно но опять же я тут могу процитировать или транслировать слова генерала буданова который говорит что они будут использоваться очень аккуратно на тех направлениях и в тех случаях когда их использование будет действительно целесообразным и будет эффективным то есть если я правильно понимаю вот этот вот ажиотаж в массовом сознании так сказать что байден где абрамса байден где а таком с и он несколько ну несколько так сказать искусственная возгонка такая вот что давай 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 потому что это чудо оружие вот волшебная палочка у тебя в руках есть и ты проклятый старик жмот несчастный не зажал ее эту волшебную палочку никак не даешь украине чтобы она взмахнула ее и победила ну вот совершенно такими вот такие примеры настроения существуют в массовом сознании как украинском патриотическом так и российских российских оппозиционеров которые болеют за украину то есть если я правильно понимаю вы сейчас нанесли сокрушительный удар вот самое сердце этого массового сознания я правильно вас понял абсолютно правильно я знаете стараясь как бы периодически делать такой холодный душ для того чтобы разочарование после очередной эйфории не было настолько полезным болезненным и как бы я стараюсь ну как бы объяснять людям реальное состояние дел и донести те возможные варианты развития событий которые могут иметь место но исходя как бы из реалии обстановки опять же повторюсь не существует какого-то единого вида оружия который может рассматриваться как вундерваффен вы знаете чем это закончилось в нацистской германии когда вот эта эйфория обернулась просто жестоким поражением и растерянностью и деморализацией так и здесь нужно понимать что америка осуществляет колоссальную поддержку украины и в общем то нужно нужно обращать внимание не на те 10 20 30 абрамсов или там допустим 10 20 30 атакамсов которые могут быть переданы пусть даже 100 атакамсов да они будут фактором усиления потенциала украинских сил обороны но в общем то знаете война это если так хотите некий оркестр именно слаженные действия всех элементов этого оркестра могут привести к победе а сольная партия но она во первых это достаточно ограниченное по времени действия но во вторых не существует такого понятия что какой-то отдельный оружие или боевой техники может привести к победе я об этом сознательно говорю потому что ядерное оружие привести к победе в войне не может она может произвести привести только взаимному уничтожению и как кто-то говорил не помню кто из великих сказал что я не знаю чем будет воевать в третьей мировой войне на четвертой мировой войне будет основным оружием вот каменный топор вот точно так же и здесь и атакам с и абрамс мы уже как бы немножко успокоились по поводу f16 работа идет все это будет украина все это получит и мало того могу сказать что знаете простите за такое мнение некий цинизм то есть американцы посчитали и увидели что используя если я не ошибаюсь даже менее 5 процентов своего годового военного бюджета они смогли нанести поражение стране я имею ввиду российскую федерацию уничтожим около половины и военного потенциал что в общем то как говорится профит профит во всех отношениях поэтому мы понимаем насколько высока цена этого так называемого профита для украинцев первую очередь но простите другого варианта войны не существует с этим более менее понятно и тем не менее вот все таки остатки остатки веры в чудо оружие существует ну в моей голове они не окончательно искоренены несмотря на убедительность того что вы сказали но вот все таки если так сказать какие-то вот дальнобойные ракеты типа атакам сов возможно нужны более дальнобойные ракеты типа тамагавков например на вот так сказать их наличие может все таки привести к тому что военная инфраструктура российская ну например те же самые тамагавки которым но по моим дилетантским представлениям с помощью которых можно уничтожить на уралвагонзавод но просто чтобы не было этой 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 структуры которая выпускает танки и другие виды довольно неприятного для украины железа вот и ну плюс еще достаточно большое количество стратегических военных аэродромов с которых вылетают самолеты уничтожающие россии украинские мирные города вот атакамс тамагавк это это то что может позволить украине так сказать ну серьезно сократить объекты военной инфраструктуры или это бесполезно давить давить на соединенные штаты америки чтобы они это предоставили да нет это абсолютно реальная ситуация и как только мир будет готов к тому к пониманию того что делать потом с этой территории и вы можете как бы посмотреть мои записи я всегда как бы утверждал что придет то время когда старые добрые томагавки появится на вооружение украинских сил обороны это безусловно необходимо мало того знаете почему когда когда я говорю что мир придет к пониманию что с этим всем делать то я всегда обращаю внимание на гуманитарный аспект потому что знаете за любой войной стоят люди и подчеркну еще раз украина и цивилизованный мир не воюет с мирным населением каким бы заблудшим каким бы бесполезным или ну простите агрессивным она не было это преступление неправильно но мы прекрасно понимаем что такое оружие может нанести не такой ущерб что как бы потом состояние этой территории станет проблемой для всей цивилизации я неоднократно говорю что не существует того количества войск которое позволило бы оккупировать всю территорию российской федерации если говорить знаете причем это как бы поймите меня правильно я просто зеркально отображаете действия которые сейчас осуществляет российская федерация то есть нанесение ударов не по урал вагон завода поверьте мне а взор назов сталь показала что я не знаю какое количество ракет нужно использовать чтобы уничтожить или серьезно сократить производство на урал вагонзаводе потому что это действительно военное предприятие которое создавалось под потребность именно ядерной войны и которое должно было действовать условиях ядерной войны но поймите меня правильно на сегодняшний день электрогенерирующие предприятия электростанции распределительные станции они точно также являются элементами именно военной инфраструктуры на которую производят атаки российские ракеты так если мы как бы теперь зеркально посмотрим на эту ситуацию нет необходимости уничтожать урал вагонзавод достаточно нанести удар по электрогенерирующим предприятиям которые обеспечивают работу и здесь я подчеркиваю именно в чем сложной ситуации она заключается в том что те электрогенерирующие предприятия уничтожения которых конечно же сломает военно-промышленный комплекс российской федерации может при уничтожении их приведет но к непредсказуемым последствиям для мирного населения и почему я специально подчеркнул самом начале мир пока не готов к таким решениям поэтому при всем моем желании как военного специалиста чтобы томагавки старые добрые томагавки появились на вооружении украинской армии я боюсь что мы пока еще достаточно далеки от такого вида оружия и сейчас как бы запад вообще цивилизованный мир пытается остудить горячие головы российских ястребов и одурманенного населения именно используя более-менее такие цивилизованные точечные удары потому что я не слышал ни разу чтоб где-то прозвучало что удару подверглись именно гражданские объекты или пострадало мирное население от этих украинских именно ударов с использованием ну пока еще по территории российской федерации исключительно украинских сил и средств нет но насчет ударов по мирному населению это правильно но удар это по военным объектам необходимо и вот все-таки вот когда вы говорите что мир пока рассчитывает остудить горячие головы там нечего осуждать там осуждать там есть есть некоторая проблема с головами там так как не не существует такой вот системы охлаждения да это вот но мне как специалисту по в какой-то степени по россии по орудиям массового поражения мозгов это хорошо известно там это это бесполезно тупиковая история я здесь не о том понимаете в чем дело мы все-таки гуманистичность цивилизация она настолько высока что на тяну дети в этом не виноваты это не вопрос здесь маленького рост да вот я именно об этом аспекте потому что понимаете есть как бы социально уязвимые свои населения какое бы но инфицированная пропаганда или там другими аспектами не было но это живые люди это живые люди и знаете я просто как бы занимался планированием извините уже такое лирическое отступление мы занимались планированием как бы миротворческих операций и ребята наши летчики доставляли продовольствие в либерии и в демократической республике конга мы четко понимаем себе объем этих операций а теперь представьте себе что в случае уничтожения таких вот энергогенерирующих предприятий условная воркута остается совершенно без каких-то средств существования и в этой условной воркуте люди просто умирают кто-то в мире это взять на себя такой при температуре минус 45 значит остаться без тепла это действительно смерть это абсолютно и и это не объяснишь к никакой военной необходимостью как бы мы этого не хотели поверьте мне я не питаю никаких иллюзий там как вы сказали по отношению к тому населению который убивает меня но все-таки где-то там глубоко в душе найти у любой из нас приучен к тому чтобы не воевать с детьми и стариками это наш но да весь вопрос насколько насколько украина сможет сможет защитить свою территорию без уничтожения военной инфраструктуры россии для чего нужно будет наносить удары по этой военной инфраструктуре вопрос вопрос только в этом ну понятно все в целом совершенно да но я думаю что я думаю что поскольку все-таки война затягивается то осмысление и и она происходит и она происходит с разных сторон и открываются новые аспекты и вот понимание того что цена войны возрастает она возрастает для обеих сторон я думаю что это это понимание приходит и все-таки без без вот таких вот дальнобойных ракет у меня такое ощущение что война просто не закончится без они будут эти ракеты можете послушать меня и об этом говорил я верю что старые добрые томагавки как оружие сдерживания появятся на территории украины никаких сомнений а в этом ними вопрос только в каком формате они будут использоваться и и когда окей спасибо теперь вот уже непосредственно к ситуации на фронте же опять вроде как такое ощущение что ситуация зависла что там какие-то первые линии обороны на южном фронте прорвано и дальше непонятно построили ли российские войска следующие то есть за за это прошедшее время не зарылись ли они еще глубже в землю не построили еще дальше минные заграждения то есть это так можно в общем-то прогрызаться довольно долго или ситуация все-таки критически изменилась какая ситуация сейчас на сегодняшний день мы говорим о том что серьезные работы по созданию именно инженерной работы по созданию дополнительных линии обороны ведутся но критически критическим остается вопрос наполнения этих инженерных сооружений соответствующим комплектом войск российская федерация войска военная машина пытается отчаянными методами заполнить все что можно и задержать хотя бы на час на день наступления украинских сил обороны так называемом вербовска вербовском новопрокоповском выступе или как у нас говорят в кармашке знаете когда ребят спрашиваешь ты куда едешь они горят в кармашек едут больше ничего говорить не надо все прекрасно понимают куда и ситуация действительно критичная и знаете на сегодняшний день если скажет как спросит меня как будет развиваться ситуация ближайшие дни я скажу что бои будут продолжаться и окончательный итог не ясен чем это все закончится потому что ну знаете тут дело не в том что мы там допустим украинские силы обороны выйдут на линию токмака череду ваты допустим как изменится ситуация в случае перерезания железнодорожного сообщения между токмаком и верхнем токмаком то есть фактически главная коммуникация российской армии которая отвечает за снабжение будет перерезана как будет развиваться ситуация если токмак будет обойден потому что штурмовать что новопрокоповку никто не собирается сейчас ее вежливо и тактично обходят блокируя противника что токмак я череду ваты никто не собирается штурмовать в лоб потому что это будет бессмысленная трата очень ограниченных ресурсов но именно та информация которую мы говорим который уже озвучено что уже есть сведения о том что украинская бронированная техника оперирует уже за границами второй линии обороны позволяет делать такие очень осторожные выводы что этой техники будет больше эта техника будет уже использоваться для маневренных действий а сами знаете что для российской армии нет ничего страшнее чем паника вследствие того что вражеские танки оказались в тылу вспомним сорок первый год когда бежали там от одной танкетки примерно такая же ситуация вероятно может быть здесь но опять же говорим о том что российское военное руководство не считаясь потерями ведет просто активные боевые действия чтобы не допустить развития успеха наступления и в общем-то сейчас силы всех обоих сторон сосредоточены именно на этом направлении потому что на всех других направлениях мы в общем-то не видим каких-то серьезных действий то есть да продолжается как бы артиллерийские обстрелы демонстративно проводится накопление сил и средства говорить о том что в ближайшее время какие-то серьезные боевые действия будут проводиться будут производиться где-либо за границами южного направления не приходится то есть сейчас на карту на кон ставят обе стороны именно состояние дел на южном направлении обо всем остальном мы будем говорить позже уже по результатам того на какие позиции на какие результаты мы выйдем по состоянию я бы сказал так на 1 ноября как это было традиционно в прошлом году с именно в состоянии с восточным направлением когда украинским войскам не удалось выйти на критически важную линию троицкий сватов криминалит сергей мирович спасибо большое и как обычно я хотел у вас попросить завершить ваше завершающее слово в нашей беседе завершить ответом на те вопросы которые я не задал знаете очень интересно на было буквально несколько таких вот интересных тем которые я хотел бы затронуть но ну мы как бы их практически рассмотрели то есть вот это колоссальная военная машина мы с вами говорили именно черноморском флоте которая оказалась совершенно бесполезной и как бы она тянет на дно всю вот эту группировку войск и как бы она является таким очень важным индикатором того что происходит ну и второе знаете она немножко не касается армии мне просто было интересно когда в украине начали говорить что достат давайте не будем писать россия с большой буквы путин там с большой буквы и так далее и тому подобное знаете у нас очень много как бы речь шла о том что наверное неправильно было поговорить на россии некой большой при самой сущности а правильно говорить о москове и почему потому что найти вот последнее время мы все чаще слышим о создании сибирского батальона ингушского батальона то есть национальных батальонах национальных подразделений ну по типу белорусских подразделений которые сражаются на территории украины за нашу вашу свободу как традиционно это звучит 19 века и знаете здесь наверно все таки нужно понимать что есть московия как упырь как кремлевский монстр который высасывает соки из всех окружающих территорий есть как бы национальные территории национальные образования я бы сказал так которые должны понимать что может быть нет смысла воевать за нечто что не имеет даже само название может есть смысл воевать и бороться за свою свободу и независимость а не отдавать своих как говорится детей на как бы растерзание этому кремлевскому зверю который сущность свою не поменял это за последние как минимум 500 лет вот такая мысль я понимаю что это несколько такая отвлеченная мысль но смысл примерно такой же это очень 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 правильная мысль весь он весь только вопрос заключается в том как что называется эту мысль пост поставить на лыжи чтобы она поехала и чтобы она она и она постепенно так сказать происходит но просто вот ну я я вынужден просто дополнить вашу мысль скажем проблем что мешает что мешает реализации вашей мысли просто в россии создана сейчас и все больше более большими темпами чем укрепление вот основной армии который сейчас сражается который сейчас оккупационной армии который находится на на линии линии фронта в украине вторая армия которая постепенно становится первой это внутренняя армия это росгвардия это фссо фсб и за последние годы она идет она укрепляется гораздо большими темпами чем министерство обороны то есть на сегодняшний момент уже вот последние законы которые принимались в россии они укрепляют вот эту вот внутреннюю армию просто невероятно там уже бронетехника там уже боевые вертолеты там огнеметы там там гранатометы ну то есть но бронетехника боевые вертолет там ну подводных лодок только нету золотова вот а так все остальное есть и триста сорок тысяч бойцов плюс еще сейчас высасывается все из министерства внутренних дел из мвд то есть уже уже практически мвд это не силовая структура там уже остались только паспортистки опера с стабильным оружием а тяжелые так называемые вот все эти собры и так далее они уже переданы в росгвардии поэтому значит к если значит министерство если по полиции надо обезвредить какую-то бандитскую группировку они сами это не могут сделать полицейские это не могут они уже должны обращаться в росгвардии и вот эта росгвардия она сейчас становится монстром чудовищным плюс еще так сказать большая часть значительная часть бюджета военного бюджета военный бюджет россии сегодня 40 процентов фантастически вообще не бывало 40 процентов расходной части бюджета большая часть уже на внутри поэтому вот тот а идея который вы говорите она блокируется вот это вот чудовищный совершенно внутренней армии которая создается вы знаете прошу прощения но это и это действие имеет и другую сторону значит бояться значит понимаем сколько еще как еще как боятся боятся и знаете здесь даже вот эта внутренняя армия я просто вспоминаю я внимательно следил ну как ситуации на северном кавказе когда в махачкале та же самая росгвардия как бы в определенный момент переходила на сторону протестующих или в других точках северного кавказа то есть в любом случае это как бы процесс двухсторонний палка имеет как всегда два конца поэтому но самое главное вы подтвердили мои мысли то есть сознание меняется и крем боится чудовищно боится того что может боится очень боится что касается перехода на сторону народа то поскольку тут есть еще одна проблема россия очень большая страна и кремль очень успешно освоил технологию переброски то есть своим росгвардейцам местным не доверяют и когда нужно было подавить значит выступление в хабаровске бросали московский подмосковный омон туда перебрасывали подмосковный омон когда мы выходили в москве то московских омоновцев не было вообще мы на нас так сказать дай давили исключительно там силами каких-нибудь значит башкирского омона туинского омона и так далее то есть оттуда то есть это это вот такая вот технология как даже понятно что своих когда там когда в грузии там что-то что-то случилось то было бесполезно потому что там как бы свои своих не будут бить а здесь вот именно так сказать используя натравливание знаете я здесь могу вам привести аргумент который с которой мы сталкивались во времена майдана то есть когда тоже перебрасывались другие подразделения беркута омона и других городов украины но они имели очень одно большое слабое место они не знали ситуации они не знали местности что позволяло но грубо говоря при определенной координации действий в киеве нейтрализовать их деятельности агрессивные действия то есть но об этом мы можем делать отдельная как бы отдельную беседу потому что очень много информации но скажем так она может быть даже полезна для тех кто действительно серьезно думает о свободе своего края и о том как действительно жить хорошо на своей земле не оглядываясь на москву это очень важный разговор я надеюсь что мы его проведем сергей мараж огромное вам спасибо дорогие друзья мы мы завершаем нашу беседу с нами был сергей мараж грабский спасибо большое все вам доброго берегите пожалуйста себя спасибо вам всего хорошего держимся спасибо спасибо Продолжение следует...